Село Каменка в Харьковской области недалеко от Изюма. До полномасштабного вторжения России сюда приезжали туристы. Люди искали отдых на природе и развитую инфраструктуру. Население составляло больше тысячи человек после 24 февраля 2022 года. Процветающий населенный пункт превратился в руины. Военные Российской Федерации равняли его с землей обстрелами с маниакальным упорством. Точно так же они сейчас атакуют города и села Донецкой области. В Каменке нет ни одного целого дома. Местные жители вынуждены находиться в нечеловеческих условиях, но все равно строят планы на будущее и хотят восстановить свое родное село. О ситуации в Каменке после деоккупации сейчас расскажет Наталья Белокудря. Каменка – село в 10 километрах от Изюма. До войны считалось жемчужиной туристического отдыха. Сейчас это уничтоженный на 100% российскими оккупантами населенный пункт. 27-летний Дмитрий Синчук, который родился и вырос в Каменке, на въезде повесил баннер с надписью на двух языках. «Умоляем, помогите восстановить село». До 24 февраля 2022 года здесь проживало 1200 человек. «В Каменке было всё, абсолютно всё. Школа была, детский сад, дом культуры, работа какая-то у людей была. Вот за спиной сельский совет у нас был, почта, дорожная служба была, вот магазины за спиной. Это всё мы называли всегда центр села». Первые удары российских войск пришлись на фермерское хозяйство, где хранились запасы солярки, бензина и зерна. «Авиации уничтожили всю сельхозтехнику. Ангары с пшеницей, подсолнечником сожгли. Остальное разграбили». «Вот это всё разграблено, автоматику всё снято, электронику нет ничего. Вот трактор, один уже забрали на восстановление, тоже новый был. Вот пшеницу калибровали, нет ничего, сиелки наши. Вот прямое попадание было здесь, горело всё, двозило было и всё сгорело». 23 марта 2022 года Каменку оккупировала российская регулярная армия. До этого дня село обстреливали из танков, градов и миномётов. Месяц бои велись круглосуточно, рассказывают местные жители. 68-летний Николай Кузьмин выехал из Каменки в начале марта, а вернулся под Новый год, когда Харьковскую область уже освободили ВСУ. От его дома осталось несколько обугленных стен, но мужчина не хочет никуда уезжать. Для жилья он приспособил бывший курятник. «Волонтёры мне, конечно, привезли это, то это привезли волонтёры». «А быка он стоит? Что вы там?» «Быка там, это, снаряды лежат. Ничего. Там, там, это, ну, такая, крупы там, чтобы мышей-то нету». Еду Николай готовит на костре, воду носит из ручья. Говорит, что не голодает, хотя одному трудно себя обслуживать. «А вот она, кухня моя. Кухня моя, вот она. И вон, в общем, кастрюлька вон чёрная. У нас, кажется, коптится всё здесь. Вот это и всё». «А вы сегодня что-то ели?» «Конечно ел. Ничего. Ну, что, я-то привыкну, что. Вот мне только, что, блин, готовить лень». 85-летняя Раиса Заика выехала из Каменки в соседнее село во время обстрелов. Её дети и внуки потеряли с ней связь и эвакуировались на запад Украины. Больше полугода они не могли связаться с Раисой. Думали, что её нет уже в живых. Украинские военные помогли женщине найти родственников, а позже они привезли её обратно в свой дом. «Это один солдат украинский». «А тогда наш солдат украинский, это уже в конце сентября было, расспросил меня такой парень и говорит, «Вы номер телефона знаете сына?» «Говорю, знаю». Он по своему смартфону позвонил женщине, она по интернету сына нашла, Юру. И он отозвался. «И вот мы впервые увиделись, узнали, что я жива и где они есть. А то ни я не знала, где они, ни они не знали». Соседи Раисы Заики тоже вернулись. Убирают то, что осталось в доме после размещения тут российских оккупантов. Помещение разрисовано надписями и символами «З». Женщина говорит, они украли абсолютно всё, даже придверные коврики, оставив после себя горы мусора. «Здесь было полно снарядов, там ещё запогребов полно ящиков. Здесь было всего полно. Плачем и убираем. А что делать? Может, что получится. Будем надеяться». Полтора года в Каменке нет газа, воды и электричества. Практически вся территория засорена минами-лепестками. Волонтёры приезжают и помогают местным восстанавливать жильё. Частично ремонтируют крыши тем, кто планирует здесь оставаться зимовать. Пока вернулось лишь полсотни человек. Для Людмилы и её семьи решение однозначное – поднимать из руин Каменку и начинать засеивать поля. «А у нас выбора нет. Есть люди, которые могут где-то прижиться. А у нас здесь земля. Мы не можем где-то прижиться. Мы должны здесь восстанавливать, потому что это то, с чего мы живём. Это смысл нашей жизни – возделывание земли, выращивание пшеницы, подсолнечника на продажу. Вот сегодня сеем там бахчу. Не знаю, что будет, потому что сроки уже всё». После деоккупации жители Каменки насчитали около сотни погибших односельчан. Похоронить их удалось только после освобождения села вооружёнными силами Украины. Преступления российской армии в Каменке зафиксировали правоохранители. Все доказательства преступных действий военных Российской Федерации уже переданы в Международный уголовный суд в ГАГУ.